Приветствую вас, дорогие друзья! Очень рады, что вы присоединились к нам сегодня. И мы снова возвращаемся к интересным темам, которые касаются богословия и жизни. Серия наших бесед называется «О богословии просто». И мы беседуем с Алексеем Прокопенко, которого мы пригласили специально для того, чтобы коснуться некоторых наиболее актуальных тем, наиболее, может быть, близких сегодня, вопросы, которые поднимаются в разных христианских кругах. Тема нашей сегодняшней беседы будет потоп. Потоп – вселенский потоп или локальный. Как и со многими другими вопросами, связанными с реинтерпретацией Библии или современной новой интерпретацией Библии, потоп является одной из тех тем, которые в последние несколько десятилетий или, может быть, несколько сот лет, цены много, получил совершенно новую интерпретацию. То есть на протяжении многих и многих столетий всегда понималось так, что потоп действительно был везде, по всей Земле. И потом вдруг стала появляться теория, которая говорит о том, что потоп действительно был, но он был где-то в ограниченном локальном пространстве, на какой-то местности только. И потом в умах людей, которые были свидетелями этого, он казался таким большим и огромным, что вот этот миф, он и нашел свое место на страницах Библии. И потом просто люди взяли и слепо верили этой теории, воспринимая Библию буквально. А теперь вот наука, она помогла развенчать этот миф и увидеть, что действительно это невозможно, вселенский потоп невозможен, а потоп действительно был только на ограниченной территории. Чаще всего называют эту территорию, когда говорят об этом, говорят о реках Тигра и Фрат, о Месопотаме, о том, что это происходило именно там, в той местности. Я хотел бы начать с вопроса, почему мы верим в вселенский потоп? Вот с чем это связано? И почему вот это, казалось бы, очень ясная научная теория, которая помогает нам прояснять многие вещи, мы же многие вещи, ну так скажем, уточняем в понимании, почему эта теория должна быть отвергнута? Раз Библия описывает потоп, всемирный потоп, значит, он был, и вполне возможно, что таких катастроф была не одна, а множество. Была также теория, что потоп был мирным, что потоп действительно случился, но поскольку он длился всего лишь один год, на протяжении, по сравнению с миллионами лет, это ничто, значит, он, скорее всего, не оставил никаких следов на земной поверхности, может быть, только самые поверхностные слои земной коры были как-то затронуты этим всемирным потопом. И потом появилась уже теория локального потопа. И вот это интересный момент. Почему вообще возникла необходимость выдвигать такую теорию локального потопа? Казалось бы, если Библия говорит о том, что был потоп на всей Земле, то понимать это буквальным образом достаточно просто, не требуется ничего выдумывать. Почему бы не понять это буквальным образом? Это перестали христиане понимать это буквально. Почему? Потому что параллельно в геологии стало формироваться представление о том, что Земле миллионы лет и то, что все геологические породы, которые мы сейчас находим, в частности, осадочные породы, которые образуют слои в сотни метров порой, они формировались постепенно. Мы уже в предыдущей беседе упоминали имя Лайеля, который постулировал как раз теорию униформизма и градуализма в геологии. Согласно этой теории, настоящий ключ к прошлому. То есть, если сейчас мы не видим, чтобы очень быстро образовывались осадочные породы, у нас не растут горы по метру в год, значит, мы видим только очень медленное и постепенное формирование, значит, так было всегда, и на то, чтобы сформировались несколько сот метров вот этих вот осадочных пород, должны были уйти миллионы и миллионы, сотни миллионов лет. И как только в геологии утвердилось вот такое представление, теория униформизма и медленного, постепенного формирования осадочных пород, как только устоялись вот эти вот большие сроки в миллионы лет, тогда у христиан возник вопрос, а как с этим согласовать библейское повествование о всемирном потопе? Если все то, что мы видим, вот эти вот огромные слои, если это продукт миллионов лет постепенного отложения осадочных пород, то, где здесь потоп, и если мы не видим следов потопа повсюду, на всей земле, и если мы все вот эти вот осадочные породы объясняем миллионами лет постепенного формирования, то нам нужно что-то делать с библейским повествованием о всемирном потопе. И вот тогда-то возникла необходимость иначе интерпретировать вот эти вот данные. И тогда-то стали высказывать предположение, что потоп был мирным, то есть, что он не оставил никаких следов, или что он был локальным. Это тоже лучше уживается слоелевской теорией униформизма. Почему? Потому что даже если предположить, что потоп был мирным, но все-таки это была теория Бакланда, все-таки потоп был всемирным по всей земле. Но сейчас мы не видим всемирного потопа, мы не видим, чтобы вода когда-то в ближайшем обозримом прошлом, чтобы она разливалась таким образом, чтобы захватывала всю землю. И кажется это даже невозможным, поскольку как можно накопить такое количество воды на земной поверхности, чтобы покрыть, ну, скажем, гору Эверест, несколько километров, откуда взяться всей этой воде. То есть все это кажется невозможным. Поэтому теория мирного потопа тоже здесь отвергается. То есть мирный, противоположность катастрофическому. Да, противоположность катастрофическому. Катастрофический, который оставляет все следы, то есть осадочные породы. А мирный, который прошел незаметно для геологии. Вот эта теория тоже была отвергнута, поскольку всемирный потоп сейчас не возникает. А поскольку основной тезис теории Лаеля, что настоящая ключ к прошлому, если мы не видим этого в настоящем, не будем постулировать этого о прошлом. Поэтому остается только вариант локального потопа. Я думаю, мы вернемся еще к вопросу того, по какой причине некоторые христиане все-таки принимают. И эту точку зрения мы, наверное, некоторых из этих аргументов еще коснемся. Если коротко ответить на первый вопрос, почему мы верим во вселенский потоп, то, наверное, самое первое, что я услышал, это то, что написано в Библии при ее естественном прочтении. Да, и если можно, я хотел бы привести несколько аргументов в пользу того, что библейское повествование наиболее логично и наиболее естественно воспринимать именно так, как повествование о всемирном потопе. Первый аргумент – это высота воды. В книге Бытие, 7 главе, 19-20 стихах мы читаем, что воды поднялись на 15 локтей над вершинами высоких гор. Там сказано, что над самыми высокими горами вода поднялась на 15 локтей. 15 локтей – это около 7 или 8 метров. Но нам известно, что вода не может собираться в куче. То есть не может быть такого, что над какой-то горой вода поднялась на 7 метров, а потом она вдруг закруглилась, как-то опустилась и такую гигантскую каплю образовала, и потом в других местах вдруг была суша. Если вода поднялась хотя бы над одной горой на 7-8 метров, то это значило бы, что уже потоп не мог быть локальным. Уже он требует общего покрытия. Он должен был покрыть весь земной шар. Пока еще это мы не утверждаем, что он должен был покрыть бы все горы. Пока еще мы это не утверждаем. Но если он хотя бы над одной горой поднялся на 7-8 метров, даже если это не была самая высокая гора, но просто маленькая гора, допустим, и над ней вода поднялась на 7-8 метров, то она уже должна достичь своего уровня и разлиться по всей поверхности воды с такой высотой. Да, может быть, там где-то вершины выступали. Это пока что мы так предполагаем, да? Однако Библия делает уточнение. В повествовании о потопе, 7 глава, 19 стих, говорится, что водой оказались покрыты все высокие горы, какие есть под всем небом. Это очень интересное уточнение. В Библии говорится, что все высокие горы, которые есть под всем небом. Давайте рассмотрим вот эти вот слова. Во-первых, покрыты горы. Это значит, как мы уже сказали, значит, вода покрывала всю поверхность земли. Дальше Библия говорит, высокие горы. То есть не просто какие-то маленькие холмики, так что множество других вершин торчало из воды, но высокие горы были покрыты на 7-8 метров водой. И дважды делается уточнение все. Все высокие горы, какие есть под всем небом. Позвольте спросить вас, как моего собеседника, небо у нас над каким континентом располагается? Да, над всеми, наверное, да? Да, наверное, над всеми континентами. Поэтому, если Библия говорит, что под всем небом горы, все высокие горы, то это не оставляет никаких иных возможностей для интерпретации. То есть у нас есть два варианта прочитать этот текст просто как миф, который говорит о каком-то страшном, катастрофическом явлении, которое имело место здесь на земле, но не воспринимать его канву как за реалию какую-то. И второй вариант – это воспринять то, что написано, естественно, как написано. Да. Но это не единственный аргумент. Можно привести множество других аргументов, которые показывают, что библейское учение говорит именно о всемирном потоке. Давай мы, может быть, вернемся к этим аргументам еще. Я хотел бы вот сразу, не отходя далеко от того, что было сейчас определено, посмотреть на некоторые возражения, которые сразу же возникают у разных людей. И я думаю, что возражения, ну, достойные внимания, во всяком случае, действительно представить себе такую картину, что вся земля покрыта, включая самые высокие горы, покрыта таким толстым слоем воды. Ну, сколько самые высокие горы? Там, 7 километров, да? А Джамалунгма, кажется, около 9, кажется, километров. Около 9 километров. Если меня память не изменяет. 8 с плюсом, да. Вот 9 километров, допустим, да, или 8, пусть возьмем километров. Если представим мы себе, вся земля в толщине вот такой покрыта, с такой толщей воды, 8 километров, то куда она потом делась, эта вода? После того, когда потоп сошел. Вопрос вполне закономерный, и действительно, у любого человека он должен, естественным образом, возникнуть. Но прежде чем ответить на него, нам нужно сделать оговорку. Мы не утверждаем, что вода покрыла землю или должна была покрыть землю высотой 9 километров. Дело в том, что вот эта вот высота основана на нынешнем рельефе земной поверхности. Однако, если мы даже гипотетически допустим буквально, что происходил всемирный потоп, то любая модель всемирного потопа обязательно должна будет включать масштабные изменения земного ландшафта. Когда движутся такие огромные объемы воды, это обязательно приводит к изменениям ландшафта. Мы можем предположить, что до потопа поверхность земли была более гладкой, чем она есть сейчас. И что самые высокие горы, которые были под всем небом, не были 9, высотой 9 километров, а вполне возможно, были высотой всего несколько сот метров. И что вода должна была покрыть землю и самые высокие горы, соответственно, вот таким вот слоем, всего лишь несколько сот метров. Куда она делась? Конечно же, мы понимаем, что вода, она не только, чтобы она ушла, да, и чтобы образовалась суша, она не только должна была испариться куда-то. Вот это не единственный способ. Когда Бог сотворил землю, мы знаем, что вся земля была покрыта водой. Это говорится в первой главе Бытия. Однако что потом произошло? Потом Бог разделил сушу и воду. Что должно было произойти? Материки должны были подняться, то есть более высокие части должны были подняться, соответственно, более глубокие части еще более углубиться. И вот в эти углубления и должна была собраться вода, которая первоначально покрывала поверхность земли. Так что по библейскому учению все очень логично и все взаимосвязано. Вода первоначально, воды достаточно на земле было, чтобы покрыть всю поверхность земли. Затем, когда Бог стал образовывать сушу, образовались углубления, и вода собралась в эти углубления. Это то, что мы называем океанами и впадинами в этих океанах. Мы знаем, что глубина океанов нескольких километров в настоящее время. И, соответственно, это вытеснило горы, которые поднялись над водой. То же самое должно было происходить и во время потопа, только в еще большей степени. Если у нас первоначально образовалась суша, как мы предполагаем, более-менее гладкого, такого пологого рельефа, то во время потопа должны были сначала подняться вот эти глубокие места земли, глубокие места океана. Там сказано, что бездны, открылись источники бездны, то есть должны были происходить глобальные тектонические перемещения, разломы, подъем, вероятно, тектонических плат. И вот эта вода снова покрыла всю землю. Затем по окончании потопа, наоборот, начался обратный процесс. Углубления начали образовываться, воду в себя вбирать и, соответственно, континенты подниматься, что привело к образованию еще более высоких гор, которые мы видим сейчас, чем это было раньше. То есть, если ответить на этот вопрос коротко, можно сказать, что время потопа это было время глобальных генеалогических, таких катастрофических изменений, которые имели место здесь, на Земле, и они оставили следы после себя. Кстати, я знаю, что ты недавно был в специальной экспедиции по Большому каньону. Вот, наверное, там что-то вы подобное исследовали в наблюдении за этими слоями, которые там есть. Если бы ты несколько слов сказал об этом. Да, я был действительно недавно в этой поездке по Большому каньону. Большой каньон – это Мекка геологии. Почему? Потому что это одно из немногих мест на поверхности Земли, где такой крупный разлом, который позволяет увидеть сразу все, или, по крайней мере, большое количество геологических слоев, все осадочные породы. Даже он углубляется иногда в метаморфические и вулканические породы. Вот. И с нами были несколько геологов. Это были действительно крупные специалисты, профессора, доктора наук, которые защищались в светских учебных заведениях, имеют легитимные докторские степени в области геологии. И с нами был один геолог и один палеонтолог. Оба они доктора наук, авторы многочисленных статей. Вот. И они были верующими людьми, которые верили в то, что говорит Библия. А так вот, они делились с нами многими наблюдениями на протяжении нашей поездки по Большому каньону. В частности, можно привести несколько... В качестве примера, конечно, это очень будет неподробно, но в качестве примеров мы можем увидеть, что между слоями в Большом каньоне отсутствуют признаки эрозии. То есть, слои все ровные и гладкие по большей части, в подавляющем большинстве случаев. О чем это говорит? Если эти слои формировались медленно и постепенно на протяжении миллионов лет, то какая должна возникнуть картина? Сначала сформировался этот один слой, но он же продолжает идти миллионы лет, и он продолжает подвергаться эрозии. То есть, где-то водные течения должны образовывать волны, где-то ветра должны прорезать каньоны, где-то растения и животные тоже вносят свой вклад в разрушение, должны оставлять следы. И все эти слои должны были, вдруг должны были быть изрыты. И уже потом на изрытый слой должен быть наслаиваться новый. Однако в Большом каньоне мы этого не видим. Мы видим очень ровные слои, что говорит о быстром очень формировании этих слоев, так что они не успевали разрушаться. Далее мы видим малую эрозированность склонов. Согласно эволюционному представлению о формировании Большого каньона, сам каньон был прорезан рекой Колорадо на протяжении примерно последних 5 миллионов лет. Однако если этот каньон существует уже 5 миллионов лет, по крайней мере, вот его верхние точки уже 5 миллионов лет существуют, то они должны были стать более пологими, ровными, закругленными, потому что за 5 миллионов лет должно было все выветриться. Однако мы видим, что стенки этого каньона стоят ровно и образуют углы, которые не успели разрушиться, что говорит о том, что, скорее всего, этому каньону должны быть тысячи лет, а не миллионы. Далее мы видим деформацию мягких пород. Мы видели множество таких мест, и еще больше таких мест на фотографиях тоже можно увидеть, когда целые толщи слоев, которые включают в себя десятки и сотни слоев, которые по эволюционной теории были образованы в течение миллионов лет и сотен миллионов лет, они все изгибаются равномерно. То есть вот равномерно все эти слои идут, вниз скатываются и опять наверх поднимаются. Если это происходило, как это может происходить? В результате движения тектонических плит. Но если эти слои формировались на протяжении миллионов лет, то что с ними должно было произойти? Они должны были высохнуть и стать хрупкими. И если бы происходили вот эти сдвиги тектонических плат, то должны были образовываться бы разломы, разрывы, трещины. Однако мы этого не видим. Мы видим, что эти слои изгибаются ровно и плавно, все параллельно друг к другу. Есть всякие теории, выдвигали светские геологи, чтобы это объяснить, но эти теории неудовлетворительные. Опять же, мы не будем сейчас сдаваться в подробности. То есть Большой каньон, он является таким большим памятником, который может показать нам наличие глобальной геологической катастрофы в недалеком, сравнительно недалеком прошлом. Да, и еще более интересным становится сравнение того, что мы видим в наших наблюдениях в Большом каньоне, с тем, что мы видим в каких-то других процессах или в каких-то других образованиях, которые мы видели в относительно недавнем прошлом. В частности, очень интересно провести параллели между Большим каньоном и теми геологическими образованиями, которые возникли в результате извержения или извержений вулкана Святой Елены, опять же, по соседству с вами. Мы видим, например, такую картину, как многослойные окаменелости. В Большом каньоне наблюдается такая вещь, что окаменелые останки деревьев мы находим в определенных слоях, и вот эти вот останки деревьев, они практически без сучков, без веток, то есть это голые стволы, лишенные коры, а кора вместе с листьями находится в более глубоких слоях. Если, как утверждают эволюционисты, этот каньон образовывался в течение миллионов лет, то как получилось так, что в первые миллионы лет только листья откладываются, и кора, потом проходит несколько миллионов лет, и потом уже находятся остатки стволов, причем без листьев и без коры, без коры и без веток. Но вот что интересно, мы видим в том озере, которое образовалось около горы Святой Елены, Spirit Lake. Да, вот это вот озеро Спирит. Именно такую картину. Мы видим, что когда было извержение вулкана, эта гора была покрыта снегом, началось массивное таяние снегов, и вот эта вот вода вместе с лавой устремилась вниз по склону, промыла каньон, образовала озеро, кстати, она прошлась по лесу, по деревьям, и смела, вырвала с корнем вот эти вот деревья или срубила их просто, как будто бы спилила, как расческой повалила в одном направлении, как будто пилой спилила. И вот в этом озере на протяжении уже последних десятков лет плавают стволы деревьев. Причем они плавают не только на поверхности, но они плавают и внутри, в толще воды. И внизу, внизу, на дне вот этого озера, образовавшегося, как раз мы находим кору и листья. Это то самое, что мы видим в Большом каньоне. Тоже внизу кора и листья, вверху стволы. В некоторых местах также геологи, это правда не в Большом каньоне, но в некоторых других местах нашей планеты обнаруживали вертикально стоящие окаменелые останки деревьев, которые пронзают несколько геологических слоев. Миллионов лет. Несколько миллионов лет. Возникает вопрос, как это так? Вот это вот дерево продолжало стоять миллионы лет, ожидая, пока вся эта толща заполнится слоями. Вот это очень, это очень странно. мы видим, что геология, все-таки, если принимать библейское мировоззрение, она дает нам достаточно правдоподобную картину, которую мы наблюдали бы, если бы был всемирный потоп. Но есть другие возражения люди, которые читают библию и, может быть, ну, где-то допустят, что, может быть, где-то в каких-то отдельных местностях что-то катастрофическое произошло, и там действительно некоторые деревья стали вертикальны, и что-то там, может быть, произошло необычное. вот, но совсем не обязательно нам верить именно библейскому объяснению по причине того, что оно кажется ну уж очень невероятным. Ну, например, невозможно, чтобы животные со всего мира собрались в ковчег. Вот, если посмотреть на некоторых бабочек, которые, ну, они далеко не летают вообще, вот, а попробуют, чтобы они могли пролететь откуда-то из Австралии. Ну, или там, где расположена Австралия до того места, где был Ной. Ну, понятно, что это невозможно. Некоторые черви, которые ползут, некоторые животные, которые медленно ходят, черепахи, вот, ну, как это могло быть? Может быть, проще все это дело по-другому как-то интерпретировать? Ну, например, что это был просто образный язык, вот, что, ну, миф сказать это, оно немножко жестко будет, а просто, что это образно передается идея того, что люди плохо себя вели, бог на их прогневался, он их наказал, и вот, ну, много воды было, и там где-то какие-то были обстоятельства такие драматичные, что вот одна семья спаслась. Действительно, мы могли бы предположить, что это просто некая мифологема, то есть, некая идея, заключенная в мифе, она передает, этот миф передает некую богословскую идею, мы могли бы это предположить, если бы у нас были для этого основания. Во-первых, если бы такие основания давала бы нам сама Библия, а во-вторых, если бы такие основания требовались бы из наблюдений, но ни Библия не дает таких оснований, ни наблюдения не требуют отвергать библейское повествование о всемирном потопе. Если говорить, начать вот с библейских наблюдений, то мы начали немножечко уже об этом говорить, да, это прямое библейское заявление о том, как вода располагалась, да, что покрыты были все горы. Но это ведь не единственный библейский аргумент. Есть множество других вещей, ну, например, сама по себе нужда в ковчеге. Зачем нужен был бы ковчег, если бы поток был локальным? Если, как говорят, вот эти люди, были некоторые катастрофические события в отдельных местах нашей планеты, и, в частности, вот в долине Месопотамии был такой катастрофический разлив рек, так что все живое затопило, и города снесло, и много людей погибло, и вот это вот нашло отражение в библейском сказании. Но в таком случае зачем нужно было строить ковчег? Разве не проще было бы Богу сказать Ною, Ной, вот у тебя есть месяц на то, чтобы ты ушел из этой Месопотамской долины, потому что здесь будет потоп. А вообще, если мы читаем Библию, если мы более пристально смотрим на библейское повествование, то мы можем сделать предположение, что Бог предупредил Ноя о потопе как минимум за сотню лет. Почему я высказываю такое предположение? Потому что, во-первых, в шестой главе мы читаем «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками» или по-другому можно перевести «Не вечно духу моему судиться с людьми, пусть будут дни их 120 лет». Мы не можем интерпретировать это как продолжительность жизни, потому что со мной прожил даже после потопа, после этого события больше, чем 120 лет. После этого были такие люди как Фара, который жил 185 лет, Авраам 175 лет и многие другие люди, которые жили больше 120 лет. Поэтому явно речь здесь идет не о продолжительности жизни людей. О чем же тогда? Скорее всего, Бог назначил срок до потопа. Пусть будут дни их 120 лет, то есть 120 лет будет продолжать существовать человечество до того, как придет потоп. Это очень хорошо согласуется, по крайней мере порядок вот этой цифры 120 лет очень хорошо согласуется со сроками жизни Ноя. Когда говорится о Ное, дается родословное в пятой главе и говорится о рождении у него сыновей, то там сообщается его возраст 500 лет. Когда же пришел потоп, Ною было 600 лет. То есть сотни лет, как раз примерно очень близкий срок вот к этому, к 120 годам. то есть по-видимому, Ноя Бог предупредил о потопе приблизительно за сотню лет до этого события, чтобы он успел приготовиться и для того, чтобы он успел построить вот этот огромный корабль и так далее, все остальные приготовления совершить. Точно так же вот этот вот срок, он дает ответ на вопрос о бабочках и черепахах. 120 лет вполне достаточно для того, чтобы все тени животные, которые должны были оказаться в ковчеге и насекомые, чтобы они пролетели свой путь. Ну, Австралию мы не берем, но, по крайней мере, все те насекомые и животные, которые должны были попасть в ковчег и из которых должна будет наполниться земля, в том числе и до Австралии долететь на протяжении тысяч лет в последующем после потопа, вот все эти насекомые и животные, они должны были прийти в ковчег и птицы у них было достаточно для этого времени 120 лет но теперь как же они могли бы там уместиться да еще не очень интересный вопрос до ковчег это же не безразмерное явление а животные у нас есть некоторые как бабочки маленькие а некоторые большие как динозавры например которые даже откапывает сейчас скелеты то есть они очень большие такие животные вот как это все действительно там поместилась в отношении я я вижу здесь два вопроса вопрос о количестве видов то есть как могли уместиться все виды которые известны сейчас чтобы они сохранились и чтобы из всех этих видов произошло все живое и второй вопрос это вопрос о размерах животных как большие животные могли уместиться в ковчеге давайте начнем с вопроса о количестве видов необходимо понимать что набор требовалось взять только наземных животных и птиц это на несколько порядков сокращает количество видов далее то есть не требовалось брать всех морских животных которые тоже составляют огромное количество видов далее что касается насекомых они в основном все маленькие а насекомые как раз составляют подавляющее большинство видов а так что это тоже у нас сразу же автоматически решает проблему ну и еще одно очень важное уточнение наверно даже более важный чем два предыдущих это библейское определение вида библейское определение вида не следует путать с определением современных биологов конечно же но и не мог руководствоваться определением современными биологическими таксономиями а в ковчег должны были попасть только так называемые родительские виды то есть те из которых впоследствии сможет развиться эволюционировать все многообразие видов здесь про эволюции да при этом слове сейчас наверное могли бы раздаться возгласы ах как это эволюция и я я не ослышался вы говорите об эволюции да я говорю об эволюции дело в том что у большинства эволюционистов существует очень карикатурное представление о том во что на самом деле верят креационисты и креационисты вот практически все кого я читал с кем я лично знаком они не отвергают того что может происходить эволюция до определенной степени это то что мы называем микроэволюция микроэволюция это образование это видоизменения животных адаптация адаптационные изменения и в том числе образования таких изменений которые современные биологи назовут новыми видами дадут им другое название но в рамках определенных генетической информации заложенной богом вот большинство современных креационистов определяют понятие вида из которого родительского вида из которого образуются другие дочерние виды примерно примерно на уровне современной биологической категории семейства вот креационисты по-разному оценивали какое максимальное количество животных должно было оказаться в ковчеге и приду на предлагавшиеся цифры варьировали от немногих тысяч до 35 тысяч однако эта цифра может быть и того меньше в районе 2000 как пишут некоторые авторы на которых я вот ссылаюсь если библейский вид примерно соответствует современные таксами таксономической категории семейства а мы знаем что в рамках одного семейства возможно даже взаимное скрещивание животных например известно что собаки могут скрещиваться с волками возможно скрещивание волков с койотами ну или другими какими-то представителями одного семейства то есть все это разные виды но здесь возможно скрещивание образование эволюции возможно внутри одного семейства приблизительно это родительский какой-то какой-то там родоначальник всего этого и оттуда потом уже произошло то что у нас да очень показательный пример на основании которого очень легко представить себе вот эти процессы это то же самое те же самые собаки мы видим как много разных пород собак было выведено за последние годы за последние столетия это от немецкой овчарки которая очень близко похожа на волка своего прародителя до какого-нибудь пуделя который совсем не похож на волка да но все это все они имеют одинаковую генетическую информацию в рамках этой генетической информации происходит селекция и образуются новые виды все это называется разными видами современной биологии но в в общих терминах это в библейских терминах можно сказать это одна разновидность животных то есть та разновидность которая наделена определенными свойствами богом иногда на детских в детских библиях рисуют ковчег виде такого небольшого суденышка из которого высовывается голова ноя который почти что половину этого ковчега занимает и рядом еще несколько животных таких там котенок какой-нибудь обезьянка и из-за этого у многих людей формируется карикатурное представление о том что и что из себя представлял ковчег но если мы посмотрим размеры этого ковчега и перенесем они достаточно точно представлены точно представлены в библии да в библии названы эти размеры так вот когда по этим размерам мы ориентируемся то получается что ковчег был в четыре раза больше футбольного поля то есть в два раза больше по длине в два раза ну и примерно такой же там ширины еще огромная высота там у него было 33 яруса три этажа так вот впервые корабль такого размера в ближайшей истории человечества впервые корабль а такого размера был построен лишь в девятнадцатом веке лишь в девятнадцатом веке люди построили ближайшие к нам поколение людей построила что-то подобное что И вот этот корабль настолько огромный был, что если рядом с ним поставить товарный состав, то этот товарный состав, то есть поезд, будет выглядеть просто крохой. У ковчега была огромная вместимость. И понять эту вместимость очень хорошо помогает модель ковчега, уменьшенная, правда, модель, которую построил в Голландии Йоганн Гойберс в недавнем прошлом. Он, кстати, смастерил этот ковчег практически в одиночку, пользуясь, правда, современными инструментами, но с помощью ближайших родственников он построил его за три года. Но он строил его за три года. Он строил его за три года. Нет, не сто лет, за три года он смог его построить. Этого было достаточно. Он примерно в два раза был по длине меньше, чем ковчег. И то люди, которые приходят в этот ковчег, чтобы посмотреть его модель, я читал их свидетельства некоторых людей, они говорят, что большинство из них первая реакция – я не представлял, насколько большим был ковчег. И вот сейчас, интересно, строят модель уже в натуральную величину, то есть не уменьшенную реплику, а полную копию в натуральную величину строит сообщество «Ответы в бытии» Answers in Genesis. Они уже получили разрешение на строительство, ведут стройку. Это будет очень интересный проект. Это первое, что необходимо учитывать, размеры ковчега. Второе, что необходимо учитывать, это то, что ною не нужно было брать самых больших динозавров. Что я имею в виду? Дело в том, что динозавры – это рептилии, грубо говоря, ящерицы. И рептилии, они растут на протяжении всей своей жизни. Они не как люди, которые достигают определенного возраста и перестают расти. Рептилии растут всю свою жизнь. Поэтому самые большие динозавры – это самые старые динозавры. Ною не было никакой нужды, и даже вообще это было бы вопреки всякой логике, брать самых старых динозавров, самых больших динозавров. Почему? Он должен был взять на ковчег тех, от которых будет воспроизводиться потомство. А у старых динозавров будет самый короткий репродуктивный период для воспроизведения потомства. Это будет совершенно нелогично. Он должен был взять на ковчег самых молодых динозавров, а это будут самые маленькие динозавры. Ему было достаточно взять на ковчег детенышей. То есть даже самые большие динозавры, они будут очень маленькими на ковчеге. Ну и, наверное, более безопасными, более легкими, и прокормить их легче. Прокормить легче. Кстати, это вопрос. Чем они питались на протяжении года? Ну-ка, собери-то туда целое стадо всяких разных. Они должны были взять на ковчег, конечно, не только все родительские виды этих животных, но они должны были взять на ковчег и достаточно корма. И я думаю, что вот в эти 120 лет или 100 лет, которые Ной строил, я не думаю, что он 100 лет строил ковчег. Для того, чтобы построить его, было достаточно, может быть, меньше, 10-20 лет уж точно он его построил бы, но у него было еще достаточно времени, достаточный запас времени, чтобы запасти провиант для всех животных и для своей семьи. И, скорее всего, будни Ноя во время потопа, они выглядели не так, что он сидел, смотрел на качающееся море и не знал, что ему делать. Скорее всего, все будни Ноя и его семьи, их всего 8 человек было, они были заняты тем, что они с утра до вечера занимались уборкой в этих помещениях, кормили этих животных. Так что у них была весьма занятая... Напряженный год, да? Напряженный год, да, для них выдался. Все это, конечно, очень интересно. И действительно, библейская история представляет нам, во всяком случае, богатый материал для воображения, чтобы представить, как же это в действительности происходило там. Но у них есть еще один аргумент, который я читал как-то. Некоторые люди считают, что 103-й псалом, 103-й псалом в книге Псалты представляет собой историю о сотворении мира. Вот. И здесь, в этой истории, есть очень интересные слова. Ну, например, здесь вот 5-й стих 103-го псалома говорит, «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки и веки». Ясно, что речь идет, наверное, о творении, да? Вот. И в 9-м стихе мы читаем такие слова. «Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю». «Ты послал источники в долины между горами текут». То есть, вот из 9-го стиха, скорее всего, видно, что еще в момент творения Бог положил предел и сказал, что больше землю не покроют они эти воды. Вот. Тогда идея всемирного потопа, она противоречит этому стиху. Действительно, если 9-й стих говорит о сотворении мира, если он говорит о втором дне, когда произошло разделение на сушу и море, тогда вот эти вот слова «ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся более покрыть землю», они должны бы исключать всемирный потоп. Совершенно верно. Но у меня вопрос, действительно ли этот псалом говорит только, исключительно о сотворении земли, и действительно ли 9-й стих относится именно к сотворению земли. Если мы посмотрим на этот псалом, то мы увидим, что здесь говорится не только о сотворении земли, не только о моменте творения. Ну, например, посмотрите на конец этого псалма, 29-й стих. «Сокроешь лицо твое метутца», то есть там говорится о сотворении животных сначала, но потом говорится «сокроешь лицо твое метутца, отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются». То есть при сотворении не было смерти. При сотворении не было смерти. Таким образом, этот псалом не может говорить только о сотворении. Скорее, он говорит в целом о всем, что псалмопевец наблюдает в истории творения, в истории земли, в истории существования нашей планеты и животных. И он смотрит на эту историю совокупно. Он смотрит и на творение, и на то, что происходило после творения, в частности, когда уже смерть вошла в мир. И если мы посмотрим теперь на 9-й стих более подробно, более внимательно, здесь сказано «ты положил предел, которого не перейдут». Извиняюсь, на 8-й стих, чуть выше. «Восходят на горы, не сходят в долины». Вот эти вот слова «восходят на горы» вряд ли могут относиться к моменту творения, потому что в момент творения, творение по библейскому описанию происходило так. Сначала земля была покрыта водой, и потом вода опустилась вот в эти впадины и углубления, и образовались горы, но больше она туда не восходила. Слова «восходят на горы» могут относиться только к потопу. И если это так, а это весьма логично с точки зрения внимательной экзегезы этого текста, то и 9-й стих относится к потопу. «Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю». А также слова «возвратятся» указывает на то, что это еще раз, можно, кстати, с еврейского перевести, это буквально «и еще раз не покроют землю». Действительно, это то, что мы видим после потопа, и более того, именно с этим связано обещание Бога после потопа. Когда Он установил знамение Ноева Завета Радугу, Он сказал, что это знамение будет напоминать о том, что воды потопа никогда не возвратятся, чтобы покрыть землю. Кстати, это тоже противоречит теории локального потопа. Если бы потоп Ноев был локальным, то получилось бы, что Бог уже многократно нарушал свое обещание, потому что локальные потопы с тех пор продолжали случаться, и сейчас продолжают случаться. И единственное, что не повторялось, это потоп, который покрыл бы всю поверхность земли. И это соответствует вот это обещание Ноева Завета. И вот эти слова «не возвратятся покрыть землю» соответствуют только картине всемирного потопа. В чем разница? В чем разница, верим ли мы в потоп вселенский или локальный? То есть, если мы говорим о том, что есть несколько сложно интерпретируемых текстов, которые требуют более каких-то точных, глубоких знаний и так далее, с которыми не все согласны, у людей есть какие-то свои теории, то что, если часть христиан, они просто возьмут и согласятся с этими теориями? В чем будет разница? Как это повлияет на проповедь Евангелия, на церковь, на веру нашу, на богословие, которого мы придерживаемся? Хотя понимание потопа как глобального или локального события, может быть, не так сильно влияет на Евангелие и на картину искупления, как, скажем, вера в шестидневное творение, о чем мы до этого уже говорили. Но, тем не менее, вера в потоп тоже имеет определенные последствия для нашего мировоззрения, для нашего отношения к Библии. Если потоп был лишь локальным событием вопреки тому, что говорит Библия, то это уже влияет на наше восприятие Библии. Мы будем относиться к тому, что Библия полна преувеличений и мифов. Например, Библия говорит, что оказались покрыты все самые высокие горы, которые есть под всем небом. Несколько раз уточняя, заостряя на этом внимание, как мы будем это воспринимать? Мы будем воспринимать это как преувеличение и как некую мифическую подробность. Соответственно, и весь потоп как мифологему, то есть некую идею, которая в разных народах там проявлялась, обыгрывалась, и Библия тоже один из таких народов, точнее, Израиль тоже один из таких народов, который написал вот это сказание. То есть это меняет характер Писания, то есть природу Божьего Откровения и как мы его воспринимаем? Да, это меняет то, как мы воспринимаем Божьи Откровения и ставит Библию очень близко к языческим мифам, если не сказать в один разряд с языческими мифами. Может быть, не все с этим согласятся, но, по крайней мере, это идет в том направлении достаточно близко. У других народов мы знаем, что у месопотамских народов на шумерском языке были сказания о потопе, на вавилонском, аккадском наречиях были сказания о потопе, они в чем-то похожи на библейское сказание. Если мы понимаем Библию как безошибочное Божье Откровение, то что мы скажем? Мы скажем, что у этих народов было, просто сохранились отголоски. Да, сохранились отголоски вот этих знаний истории, из поколения в поколение передавалось, и вот у них, правда, у них в искаженном виде, но здесь, в Библии, поскольку Бог дает напрямое откровение, в чистом виде. Если же мы воспринимаем сказание о потопе, историю о потопе, как некий миф, мифологему, который обыгрывается у разных народов, то мы будем говорить, что, ну вот, те народы, у них свое представление о Божьем суде, у Израиля свое представление о Божьем суде, но и там, и там есть некая божественная истина, и не факт, что в Библии она представлена лучше, потому что и там, и там есть преувеличение, и там, и там не буквально. В общем-то, это весьма близкие вещи. Есть еще один интересный элемент, связанный с этим, который, я думаю, тоже играет очень существенную роль, это элемент эскатологии, того, что Писание говорит о Божьем суде, который грядет на весь мир во втором послании Петра, да? Во втором послании Петра написано в третьей главе буквально шестой стих. «Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых людей». То есть, если мы допускаем, что потоп был локальный, то тогда и наказание финальное будет какое-то локальное. То есть, оно будет касаться только какой-то одной категории или одной местности какой-то. Да, здесь апостол сравнивает Ноев потоп со вторым пришествием Христа и проводит параллель. Он говорит, вот как было тогда, так будет и сейчас, так будет и в будущем. И если потоп не был всемирным, и тем более, если потоп – это всего лишь миф, который передает некую богословскую идею о Божьем суде, тогда у нас весьма шаткими становятся основания эсхатологии, когда мы говорим о том, что земля будет сожжена огнем. Тогда мы тоже будем склонны воспринимать это как некую мифологему, который тоже у разных народов есть, кстати, всякие разные представления о конце света, тоже огонь и так далее. Тогда, действительно, если мы нарушаем вот это буквальное восприятие библейского учения в начале Библии, то мы точно так же будем нарушать его и в конце Библии. А начало и конец Библии действительно взаимосвязаны. То есть, говоря об этом, наверное, все-таки природа Божьего откровения является одним из самых важных факторов, который не просто проливает свет на то или иное событие, описанное на страницах Священного Писания, но и, наверное, является сущностью откровения. То есть, на чем базируется наша вера? Она базируется на фактах, на достоверных документах, или же она базируется на каких-то более образных высказываниях, которые менее обязательны, они более гибкие, они могут быть интерпретированы гораздо более свободно, чем объективное выражение истины. Ну и самое последнее. Если мы говорим о том, что действительно верить во Вселенский потоп, это будет по-библейски, а верить в локальный потоп, это будет нарушением или менее согласуется с тем, что говорит Священное Писание. Как относиться к тем людям, которые являются христианами, но вот они в современном процессе где-то сталкиваются с наукой, и они слышат какие-то аргументы научные, они воспринимают их, и они говорят, ну, наверное, мы будем считать, что потом все-таки был локальным, а не вселенским. Как будет правильно сформировать наши отношения к этим людям? Может быть, сюда можно добавить и отношения к тем, кто верит в теорию эволюции, называя себя христианами. Я думаю, что наше отношение должно быть прежде всего христианским и библейским. То есть мы должны не только держаться библейского учения в том, что касается сотворения мира и потопа, но мы должны держаться библейского учения и в том, что касается к нашему поведению по отношению к другим людям. Библия говорит, что слово наше должно быть кротким, что слово наше должно быть приправлено солью, оно должно нести в себе элемент божественной истины, наставления. Библия также говорит, что пастырь должен знать библейское учение и уметь скротостью наставлять противника. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Поэтому, когда мы сталкиваемся с искажением библейского учения, даже в таких фундаментальных вопросах, как шестидневное творение, я называю это фундаментальным вопросом, поскольку, как мы показали в предыдущей передаче, это напрямую связано с пониманием грехопадения, вхождения смерти в мир, вменения греха Адама человечеству, параллели между Адамом и Христом, то есть, по сути, христианского Евангелия. Так что это действительно фундаментальный вопрос. И мы должны относиться к людям, которые искажают библейское учение в этих вопросах, скротостью, прежде всего. То есть, мы не должны их обзывать какими-то дурными словами. Ну, а они в раю будут ли? Будут ли они в раю? Это очень... Для меня это сложный вопрос. Почему? Потому что я не определяю в моей канцелярии... Ключи Петра не у тебя, да? Да, ключи Петра не у меня. Я не определяю в моей небесной канцелярии, как кто будет в раю, а кто нет. Я могу лишь библейское учение провозглашать. То есть, я могу сказать, что вот библейская истина, вот Евангелие, в которое нужно верить. Если человек говорит, что он верит в это Евангелие, если он верит в то, что Иисус Христос – единственный искупитель, который умер за его грехи, и он верит, что он грешник, и что он бесконечно нуждается в искупителе, и что спасение может происходить только через веры, не через его заслуги, не через его дела и так далее, что он ничего не добавляет к своему спасению, то он принимает основополагающие истины Евангелия. И если при этом он верит также в эволюцию каким-то странным и нелогичным образом, то я не берусь судить, насколько здесь его сердце, в каком положении находится пред Богом. Может быть, он просто оказался ложно индоктренирован, может быть, он был неправильно научен и находится в заблуждении. Я тогда верю, что Господь вот через, в том числе, через такие беседы, как наша нынешняя беседа, Господь исправит его заблуждение, человек отвергнет ложь и будет принимать Божью истину. Спасибо большое. То есть, подводя итоги, мы можем сказать, что все-таки основой нашего спасения является Евангелие, неотъемлемой частью которого является признание Божьего, авторитета Божьего, всевласти, признание истинности того, что сделал Иисус Христос для нас, и покорность этому Евангелию, чему и будет посвящена наша предстоящая конференция. Если я буквально одну вещь добавлю, мы действительно верим, что человек спасается исключительно через веру в Евангелие, поэтому на индивидуальном уровне я не берусь утверждать, что любой христианин, который ложно и ошибочно принимает в каком-то виде теорию эволюции, что ему закрыта дорога в рай. Но, тем не менее, мы не должны упускать из виду вторую сторону этой картины, то, что теория эволюции, принятие теории эволюции влияет в масштабе церквей и всего христианства влияет на понимание Евангелия. И в конечном итоге теория эволюции размывает эту истину и выбивает почву из-под ног у библейских верующих. Хорошо. Огромное спасибо тебе, Алексей, и мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Спасибо вам большое, что вы уделяете внимание и интересуетесь такими вопросами. И я думаю, что то, о чем вы слышали сегодня, действительно обогатит вашу веру и обогатит вашу жизнь. Всего вам доброго, и пусть Господь и благословение будет с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова А.Егорова